Друзья, всем привет! С вами Encrypted и в эфире наш традиционный еженедельный дайджест крипто-новостей, из которого вы узнаете, как себя чувствует Сэм Бэтменфрид в тюрьме и за что Криштиану Роналду грозит иск на 1 миллиард долларов. Поехали! Начать хочу с анонса мероприятия, которое пройдет 23 декабря в Юнит-Сити в кампусе B12. Это Solana Community Meetup. 23 декабря совместно с Cumeco Team Encrypted проведет Solana Community Meetup. Основная цель ивента — Boost Web3 и комьюнити Solana в Украине и обмен идеями внутри сообщества. Meetup, кстати, поддерживает Solana Foundation. На ивенте будем мы с Андрюхой, но основные гости там — это Остин Федера, Head of Strategy Solana Foundation, Марк Лицюк и Андрей Гнатюк — сооснователи Cumeco Team. Ребята расскажут о планах по развитию Solana Community в Украине, в общем, будет интересно. Также там будет Карина Очеретина, маркетинг и продакт-менеджер Ideasoft Korea Booster и Дмитрий Деменко, сооснователь Assister. Напоминаю, что ивент пройдет 23 декабря с 4 до 9 вечера в Юнит-Сити Кампус B12. Вход бесплатный, но обязательно предварительная регистрация, поэтому прямо сейчас ставь на паузу, переходи по ссылке в описании и регистрируйся на ивент, потому что без вот этой регистрации мы никого не будем пускать, потому что не будем никого пускать. Кстати, для того, чтобы не пропускать подобные ивенты, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Encrypted Events, потому что там мы первыми публикуем разные анонсы, ссылки на регистрации, на покупки билетов по каким-то интересным ценам. В общем, не пропускайте ивенты, не пропускайте классные анонсы, предложения, подписывайтесь на Encrypted Events. Переходим к новостям. Первая новость достаточно печальная. Умер партнер Уоррена Баффета, правая его рука, Чарли Мангер, умер в возрасте 99 лет. По данным Forbes, его состояние оценивалось в 2,7 миллиарда долларов. И, кстати, он был ярым противником биткоина. Чарли Мангер умер, а биткоин нет. Но смерть Чарли Мангера имела и другое влияние на крипту. В период с 28 на 29 ноября токен Мангер, который торгуется на бирже Uniswap, вырос на более чем 31 тысячу процентов, согласно DexScreener. Это произошло на фоне новости о смерти вице-президента компании Berkshire Hathaway и известного инвестора Чарли Мангера. На графике видно, что токен начал торговаться 28 ноября. В последующие часы его стоимость подскочила до 0, дохера 0,165 на пике. 29 ноября цена Мангер начала резко снижаться и потеряла более 98% стоимости. По информации CoinMarketCap, 28 ноября дневной объем торгов Мангер достиг пиков 3,5 миллиона долларов, но с тех пор упал до менее чем 60 тысяч. На момент подготовки материала общая ликвидность актива не превышала 13,5 тысяч долларов. Согласно данным платформы Gecko Terminal, токен Мангер получил негативную оценку и был занесен в черный список. Его создатели заподозрили в создании смарт-контрактов, позволяющих ограничивать продажу актива. Андрюха тоже, кстати, так купил на одном из циклов предыдущих токен от Андре Кренье, который нельзя было продать. В общем, не покупайте всякое говно. Хотя иногда можно. Forbes решил помолодиться немножко и выпустит рейтинг 30 under 30 на блокчейне эфира. Журнал Forbes объявил о том, что следующий выпуск ежегодного рейтинга 30 under 30 будет выпущен на блокчейне эфира. По мнению авторов, это увековечит его. Forbes находится в авангарде движения по объединению традиционных СМИ и решений на базе новых технологий. Выпуская рейтинг 30 under 30 на эфириум, мы не просто отдаем дань уважения участникам, но и демонстрируем огромный потенциал блокчейна в области хранения данных, указано в пресс-релизе. Выглядит, как будто старперы решили помолодиться, такие, йоу-йоу, сноубординг дискетов, что и блокчейн мы шарим. Ну, в принципе, ничего плохого нет. Такой шаг для популяризации блокчейна среди традиционной публики Forbes это тоже хорошо. Ну, и говорит о том, что булран близко, либо уже начался. Правоохранительные органы провели операцию по ликвидации группы хакеров. Я думаю, что они не убили, а просто, типа, их задержали. Которые нанесли ущерб на сумму 3 миллиарда гривен. Это, наверное, примерно 82 миллиона долларов, что типа такого. С 2018 года злоумышленники использовали разработанные ими вирусы-шифровальщики, получали доступ к серверам компаний, похищали из них информацию и после этого требовали выкуп в криптовалюте. Для примера, по данным правоохранителей, за восстановление работы серверов одной из ведущих химических компаний Нидерландов, хакеры требовали перечислить на подконтрольный им кошелек 450 биткоинов. Около 16,5 миллиона долларов. Также НАБУ и САП добились ареста полутора миллионов долларов в крипте, которые нашли, у кого бы вы думали, у экс-главы госпецсвязи Украины. Соответствующее ходатайство поддержал высший антикоррупционный суд, наложив арест на 1,2 миллиона USDT, 331 трон и 6,9 биткоина. Трон тупо на газ взяли и все. Кстати, в продолжение темы блокировок и арестов. В позапрошлом дайджесте мы говорили о том, что приват и монобанк начал закрывать счета, банить за крипту, за связь с P2P и так далее, и так далее. И вот на этой неделе уже у наших знакомых реально монобанк закрыл приложение, то есть ты не можешь зайти посмотреть там карту свою, у тебя доступ к приложению закрыт. Блокируются там средства, то есть какое-то время требуется на то, чтобы их каким-то образом вывести, и тебе отказывают в обслуживании, в открытии новых счетов, то есть все, тебе блокирует монобанк и все. С чем это связано, не объясняю, то есть полностью без объяснений причин. В связи с этим у нас есть рекламная интеграция сервиса Dvish. Dvish это сервис, который занимается обменом криптовалют на фиатные валюты. Учитывая текущие ограничения блокировки, для многих это станет реально полезной штукой. У ребят из Dvish обширная сеть партнерских офлайн-точек, как во многих больших городах Украины и Польши, так и в странах ЕС, Азии и Северной Америки. Так что если вы хотите обменять наличные на крипту или наоборот выйти в кэш, то пожалуйста пользуйтесь комиссией нормальной, сервис на уровне, то что надо для того, чтобы потом не общаться с техподдержкой монобанка или какого-то другого банка. По ссылке в описании сервиса Dvish, пожалуйста пользуйтесь. Ну и вдохонку у нас же есть еще ребята из Strasti Plus, которые сделали криптокарту, в которую вы заводите туда крипту USDT и выпускаете себе криптокарту, которую вы можете рассчитываться в любом месте, где есть терминал. Ссылка тоже в описании, по нашей ссылке у вас будет дизайн карты в стиле Encrypted, поэтому welcome по ссылкам в описании. Теперь расскажем о том, как Сэм Бэнкман Фрид чувствует себя в тюрьме. Спойлер, херовастенько. Бывший заключенный тюрьмы MDC в Бруклине Джин Борелло рассказал криптоблогеру Тиффани Фонг о своем знакомстве с ex-SEO криптобиржей FT к Сэмом Бэнкманом Фридом. Он заявил, что Сэм беспокоится за свою безопасность и даже рассматривал вариант поиска телохранителя. Борелло заявил, что Бэнкман Фрид стал мишенью других заключенных из-за робкого характера. Один из них вымогал деньги у Сэма и наставил на том, что ему нужна защита в тюрьме, тогда как Борелло убеждал Бэнкмана Фрида в обратном. Я все время повторял, что здесь не опасно, вам не нужна защита. Не беспокойтесь об этом, вы не обязаны никому ничего платить, сказал он. Борелло объяснил, что Бэнкман Фрид находится в камере вместе с правительственными служащими и состоятельными людьми, а не в общем секторе для заключенных, поэтому ему не нужно искать телохранителя. Борелло вспомнил разговор с Сэмом во время содержания в камере. Во время разговора он всегда опускал голову, он очень робкий, говорит очень нервно. Я спросил, что он делает с деньгами и на какой машине ездит. Он ответил, что пользуется Apple Watch и владеет Toyota Camry 2020 года выпуска. Борелло предположил, что случаи вымогательства денег у Бэнкмана Фрида смогут повториться. Кроме того, Сэм переживал, что может провести в тюрьме 20 лет. В принципе, в принципе, когда ты намеренно наебуешь миллионы людей, разводишь на деньги, воруешь по сути у людей деньги, ну такие последствия могут случиться и тебе нужно быть к этому готовым. Поэтому сказать, что жалко Сэма, нет, не жалко. Незавидная судьба, скажем так, не знаю, к чему это приведет. Может, он как-то сможет договориться, где-то у него там припрятаны деньги, он что-то какое-то внесет, какую-то сумму хрен знает. Но это реальная карма за то, что ты был пи***цом. Вот так. Теперь новости про еще одного ex-SEO, на этот раз биржи Binance. Правительство США считает, что экс-глава Binance CZ может попытаться сбежать, вернувшись в Арабские Эмираты. Поэтому он должен оставаться в США до вынесения приговора. Джао не доказал, что он не сможет сбежать, если вернется в Эмираты. Говорится в ходатайстве правительства США о пересмотре решения относительно выезда подсудимого из страны. Но у CZ из ситуации немножко попроще. Там ему не светит столько лет, сколько Сэму. В общем, немножечко умнее оказался чувак. Асек продолжает искать доказательства того, что Binance и лично CZ могут иметь бэкдоры для вывода средств с Binance US. Регулятор обеспокоен тем, что Binance может присвоить средства, используя методы в стиле FTX. Кстати, помимо должности SEO, CZ ушел также с должности председателя совета директоров Binance. И вот еще один чувак, которому аукнулась ситуация с Binance, это Криштиану Роналду. На Криштиану Роналду подали в суд за рекламу Binance. Инициаторы коллективного иска утверждают, что понесли от этого продвижения убытки. В иске отмечается, что пользователи, которые пришли на Binance после рекламы Роналду, с большой вероятностью использовали биржу для других целей. Например, для инвестирования в незарегистрированные ценные бумаги, включая BNB. Общая сумма иска 1 миллиард долларов. Думаю, будет сложно там что-то доказать, но в принципе, какие-то отступные, возможно, люди и получат. Вот новый SEO Binance Ричард Тенк заявил, что возьмет на себя не 4, а 3 обязательства. Всегда быть ориентированным на пользователя, работа с регулирующими органами для поддержания стандартов и сотрудничество с партнерами для развития Web3. Кстати, биткоин закрыл ноябрь в 8,9% плюс, а эфир плюс 13%. Кстати, 11 лет назад состоялся первый биткоин халвинг. 28 ноября 2012 года состоялся первый халвинг в сети биткоина, после которого вознаграждение за каждый добытый блок сократилось с 50 до 25 биткоинов. И вот следующий, уже четвертый халвинг, как ожидается, пройдет в середине апреля 2024 года. Он сократит вознаграждение за каждый добытый блок до 3,125 биткоина. Подробнее о халвинге можете почитать в материале у нас на сайте encrypted.com. По ссылке в описании плюс у нас есть видео. Объясняем, что такое халвинг простыми словами за 5 минут. Ссылка там же в описании. Ну и пока туда-сюда. MicroStrategy что делает? Правильно, покупает битки. Компания MicroStrategy приобрела дополнительно 16 130 биткоинов примерно на 593 миллионов долларов. И теперь владеет количеством 174 530 биткоинов на сумму 5,3 миллиарда долларов. А вот группировки Hezbollah и Hamas потихоньку отказываются от биткоина и переходят на блокчейн Tron для финансирования своей деятельности, сообщает Reuters. Их привлекает низкая комиссия, стабильность и скорость транзакций, говорится в отчете. Представляю этот сайт, типа нас рекомендуют. Hezbollah там, Hamas, Justin, удачи тебе с регуляторами. Сек отложил еще одну заявку по спотовому биткоин ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам США отложила решение по заявкам на регистрацию спотовых биткоин ETF от компании Franklin Templeton и Hashdex. Franklin в свою очередь приняли во внимание пожелания Сек и уже обновили свою заявку. И вот уже новая компания подала заявку снова на спотовый биткоин ETF. Компания Pando Asset подала заявку в Сек на создание спотового биткоин ETF. Таким образом, фирма стала 13-й в списке на принятие заявки регулятором. Кастодианом будет выступать все тот же Coinbase. А Grayscale в свою очередь обновляет структуру траста GBTC для того, чтобы соответствовать требованиям по спотовому биткоин ETF. Grayscale представили поправки к GBTC впервые с 2018 года с целью изменения структуры траста. Сделано это было в рамках подготовки к потенциальному запуску спотового биткоин ETF. Новость про слегка охуевшего хакера. Хакер KyberSwap потребовал полный контроль над проектом. Временный контроль над механизмом управления KyberDAO всеми документами и активами компании, как он в чейн, так и оффчейн. В случае выполнения условий он обещает увеличение зарплат сотрудникам в два раза, а тем, кто уйдет с проекта, выходное пособие сроком на 12 месяцев с полными льготами и помощь в поиске новой работы. Провайдерам ликвидности обещает возврат 50% средств. Согласно этому договору ваши токены больше не будут ничего стоить. Разве это недостаточно мило? Я пойду еще дальше. Под моим руководством Kyber полностью изменится. Это будет уже не седьмой по популярности DEX, а совершенно новый криптовалютный проект. По его словам, требования должны быть выполнены до 10 декабря. В противном случае договор будет расторгнут. Напоминаю, оху**ый хакер. Как писали у нас в чате, один волчара захватил нашего со SEO и требует доступ к управлению Encrypted. Компания Primax сообщила о запуске бета-версии ее мейннета на Arbitrum One. Пользователи могут торговать с Primax на агрегированных Arbitrum DEX с кредитным плечом, лимитным ордером и управлением позиций. Игровая платформа Орел Инсайдс объявили о запуске закрытого бета-тестирования, для которого отобрали 2500 участников. Пользователям, которые подали заявку на участие, необходимо проверить свою почту на наличие письма с файтлистом. В таком случае аккаунт необходимо активировать до 11 декабря. Подробнее о закрытом бета-тесте читайте в официальном анонсе. Ссылка будет в текстовой версии этого дайджеста. Вот новости, которые говорят о том, что Bullrun либо близко, либо уже начался. Coin98 запустили фандрейзинговую платформу Starship. Даже название такое бычье немножко, да? Команда разработчиков Coin98 объявила о запуске фандрейзинговой платформы Starship, которая будет управляться сообществом. Платформа станет частью экосистемы 98 и будет предоставлять профессиональную площадку для разработчиков, консультаций и другую поддержку, необходимую для воплощения их проектов в жизнь. Кроме того, проекты смогут привлечь финансирование на разных этапах развития проекта. И вот одна из первых новостей от Starship – это запуск коллекции Starship NFT, держен в 10 тысяч NFT-шек. Согласно заявлению, владельцы Starship NFT будут иметь приоритет в токен-сейлах на платформе. Стоимость мента – партнерский раунд 299 долларов в токенах Coin98, white list раунд 299 долларов, public round 599 долларов. Мне понравилась в этом всем стоимость мента. Также объявили новый проект на CoinList – Bitscrunch. Детали сейла. Конец регистрации 11 декабря, дата проведения сейла 14 декабря, цена 5,5 центов, аллокация от 50 долларов до 2000 долларов. Разлоки, значит 20% на TGE с последующим 12-месячным линейным разлоком. А еще команда Layer 2 протокола StarkNet, знаете такой, у нас там в дропах писали, в общем подтвердила проведение снэпшота. Также заявила, что никакие действия и активность сейчас не могут повлиять на право получения монет. Подробности и критерии распределения средств будут представлены после их окончательного уточнения. Coinbase в очередной раз заявил, что не планирует запускать нативный токен для сети Base. Об этом заявил SEO Coinbase Brian Armstrong. Видимо это было в сторону SEC. Мы не планируем запускать токен, мы не планируем. Не хочу сидеть с Сэмом на одной шконке. Наверное так называется. DVIDX объявили об активации программы выплат торговых вознаграждений. Валидаторы и стейкеры будут получать 100% комиссионных в DVIDX Chain. Собщество также одобрило введение 6-месячной программы поощрения на сумму 20 миллионов долларов среди ранних пользователей. Разработчики Uroboros Wallet. Uroboros. Omnichain платформы на базе Layer Zero интегрировали протокол Curve Finance. Curve Finance. Где там д? Curve Finance. Благодаря этому пользователи Uroboros Wallet смогут оплачивать сетевые комиссии с тейблкоином Curve USD. Кстати, по поводу стейблкоина Curve USD и по поводу других стейблкоинов у нас вышло отличное видео, где мы объясняем, что такое стейблкоины, какие они бывают, какие типы, в общем, обеспечения видос в стиле криптобазы. На картинках простыми словами максимально объясняем. Обязательно посмотрите, если вам это интересно. Ссылка будет в описании под видео. Нихуя особи, ты инвестовал в меня? Э, тоже немножко бычья новость. В общем, Crosschain Most Wormhole привлек 225 миллионов при оценке в 2,5 миллиарда долларов. Примечательно, что никто из инвесторов участников не возглавил раунд. По словам SEO-компании Wormhole Labs Saida Badrega, все вкладчики были более-менее равными. Среди последних стоит выделить таких контрагентов, как Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Parafi, Dialectic, Bordler's Capital, Arrington Capital и Jump Trading. На манеже все те же, но без Alameda Research. Биржа Whitebit разыграет мерч-боксы совместно с украинским баскетболистом Дмитрием Кривенко. Биржа Whitebit совместно с украинским баскетболистом Дмитрием Кривенко, также известным как Smooth, объявили о проведении акции Whitebit & Smooth. В ходе нее разыграют 9 мерч-боксов, в которые будут входить брендированная баскетбольная форма. Для участия необходимо зарегистрироваться по реферальной ссылке Smooth Ukraine, пройти QIC, пополнить баланс на сумму от 10 USDT и удерживать его до объявления победителей. Ну и заполнить форму. Акция продлится с 27 ноября по 8 декабря. Результаты розыгрыша объявят 11 декабря на странице Кривенко в Instagram и на YouTube. В детали, в текстовой версии дайджеста, там и все ссылки, в общем, там все есть. А ссылка на дайджест, правильно, в описании под видео. И еще одна совместная компания, на этот раз Encrypted и CryptoFights. Encrypted совместно с ребятами из CryptoFights проводят компанию, в которой будет 10 призовых мест, по 100 долларов для каждого победителя. Подробный гайд о том, что нужно сделать для участия, вы можете найти в Telegram-канале Encrypted AirDrops. Если вы на него не подписаны, бог вам судья. Там реально, мы до этого говорили, что добавляйте страницу в закладки Encrypted AirDrops. Теперь стало все еще проще. Это теперь у вас есть в Telegram. Поэтому по ссылке в описании обязательно подписывайтесь на Encrypted AirDrops, потому что там реально до хера новых гайдов. Постоянно выходят вот подобные акции. В общем, есть чем поживиться. Если вы хотите знать, что такое CryptoFights, то мы проводили с ними АМА. Можете почитать выжимок у нас на сайте. Так, что там у Encrypted? Во-первых, отчет о наших, ваших, вернее, донатах, которые мы собирали на Киев Encrypted Meetup. Это были Last Minute Sale по 100 долларов. Это была продажа мерча и продажа специальных лотов от Вояк, которые мы привезли в Киев. В общем, совместно с вами мы насобирали 6 тысяч долларов и закрыли полностью один запрос от таких очень-очень крутых ребят и сосошников, которые защищают Украину на юге. Не буду говорить где там конкретно. Ну, там очень такой горячий сектор, скажем так. В общем, благодаря вам мы купили 2 EcoFlow Delta 2 Max, 4 инверторных генератора, 8 дизельных обогревателей. Закрыли ребятам бытовые проблемы, потому что там холодно, влажно, мокро. В общем, теперь у ребят более комфортные условия для того, чтобы продолжать выпиливать Русню с нашей страны. Мы смогли провернуть это вместе с нашими друзьями из Rebel Volunteers. Это волонтеры, Николаевские наши друзья, которые 24 на 7 фигачат тупо на волонтерство, закрывают кучу запросов, поэтому по ссылке в описании их страница в Instagram. Если вы не знаете, кому доверять, то этим ребятам я доверяю как себе. Мы с ними очень много всего делаем, не публичного, поэтому, пожалуйста, долучайтесь, у них очень много запросов, просто 100-500 на очереди разных запросов. И что хочется сказать, что наш основной враг на данный момент, это похуй, потому что, блин, реально понятно, что много проблем, там, коррупция, еще какая-то херня, но того, что мы не помогаем, не донатим ребятам на нуле, хуже только ребятам, которые на нуле. То есть, ну, блин, мы можем, конечно, говорить, что там, типа, все пи***цы, все воруют, но от этого ребятам, которые на нуле, не будет легче. Поэтому нужно, скрипя зубами, помогать этим ребятам, чем можно, искоренять свои пи***цы и думать каждый день, чем я могу еще помочь ребятам. Это вот, ну, наша война. И кроме нас ее никто не выиграет. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте ребят, тех, которые вы знаете, через тех ребят, которых вы знаете. Помогайте репостами, подписыванием петиции. 20 гривен, окей, 20 гривен. Ну, то есть, всегда есть чем помочь. Пожалуйста, не будьте пох***цами, потому что, ну, накануна наша жизнь, наша судьба, наше будущее. Вот так пафосно, но это правда. Спасибо всем, кто покупал билеты, мерч, вот эти вот военные штуки. Реально огромное спасибо. Напоминаю про Solano Community Meetup, который пройдет 23 декабря. Он проводится совместно Encrypted и Kumeka Team при поддержке Solano Foundation официально. Он пройдет 23 декабря в Unit City с 4 до 9 вечера. Билеты бесплатные, но обязательная регистрация. Поэтому прямо сейчас переходи и регайся по ссылке и приходи на ивент, потому что там будет достаточно прикольные спикеры, классный нетворкинг, в общем, интересные люди, пицца, возможно, бухло. Если не будет бухла, я уйду. Но она будет. Шучу. Не уйду. Еще раз напоминаю, обязательно нужно подписаться на Encrypted AirDrops, потому что нельзя пропускать всю ту движуху, которая будет происходить на бычке. Очень большое количество гайдов, разных инструкций, активностей, которые точно не нужно пропускать. Раздел «Календарь» на сайте. Там очень много криптовых ивентов, макроэкономических ивентов, которые влияют так или иначе на крипту. Вам нужно об этом знать. Как, каким образом то или иное событие влияет на крипту, когда они будут происходить, как-то анализировать и корректировать свои действия. Это очень важно, поэтому добавляйте страницу в закладки и пользуйтесь. Ну и хочется заанонсить новый сервис от Encrypted, который мы делаем для вас, который будет очень полезен, особенно на бычке. Это будет раздел с токен сейлами. То есть вся информация, которая есть, доступна по токен сейлам, будет собрана в одном месте. То есть все раунды, все цены, дедлайны, разлоки. В общем, классный сервис. Мы скоро его анонсируем публично. Реально пока просто готовьтесь к тому, чтобы добавить эту страницу в закладки. Ну это золото. Реально это то, что нужно знать, то, что нельзя пропускать, особенно на бычке. Так, у нас вышло видео, что такое RVA, то есть Real World Assets в стиле криптобазы. Все очень просто. На картинках объясняем, что это такое. Из статей у нас вышли децентрализованный ренессанс, чем обусловлено восстановление экосистемы Солана. Очень, кстати, вышел материал накануне метапа Солановского. Глава Trust Wallet сказала о развитии проекта, токене ТВТ и модернизации системы управления в эксклюзивном материале для Encrypted. Особенности регулирования стейблкоинов в мире на этот раз ребята разобрали регион Азия. Panda Power, новое эссе Артура Хейса, как обычно, краткий пересказ, только суть, чтобы вы не тратили времени больше, чем нужно. литературный код, способны ли алгоритмы заменить писателей, 7 лучших кошельков для надежного хранения криптовалют в 2024 году, что такое Proof of Work, как говорится, для самых маленьких. Не стесняйтесь, если вы чего-то не знаете, заходите на сайт Encrypted, пишите в поиске, что вы хотите узнать, там по-любому это есть. Если этого нет, пишите в комментариях под видео, о чем бы вы хотели еще узнать. Ну и будущее трейдинга, автоматизация, искусственный интеллект и торговые боты. На этом у нас все. Как вы видите, очень-очень много полезного, классного, интересного контента выходит на Encrypted, поэтому с нас контент, с вас лайк, подписка на этот канал. Кстати, обязательно подпишитесь, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях 7 плюс слов, желательно конструктивный фидбэк или о чем бы вы хотели узнать на канале, или почему, или чего вы ждете, например, от бычки или еще что-то, или еще что-то. В общем, мы читаем ваши комментарии, реально, если не нормальные, если не нормальные, мы их блочим нахуй. В общем, у нас на сегодня все, с вами был Encrypted, всем пока!